В республике увеличилось число долгожителей, отпраздновавших вековой юбилей. Сто лет исполнилось ветерану войны заслуженному юристу Карачао-Черкесии Наталье Нарожней. Свой юбилей Наталья Федоровна встречает на даче вдали от городской суеты в хуторе Зеленчук-Мостовой. В день рождения ее поздравили представители Минюста и Совета ветеранов республики. Подробности у Али Баташева. Орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль за боевые заслуги и другие награды напоминают о боевом прошлом. 19-летняя Наталья Нарожняя вступила в ряды Красной армии в 1942 году. Служила в 78-й Веслинской стрелковой дивизии в отделе СМЕРШа. Занималась комплектацией боевых отрядов, помогала бойцам, бежавшим из плена, вышедшим из окружения. В мае 1945 года сражалась с бендеровцами на территории Украины и Польши. Сейчас история повторяется, и российская армия вновь одержит победу, уверена Наталья Федоровна. Наша Россия прямым путем идет за демократию, за народ, не только наш народ, наш российский, за народ, настоящий народ мира. Одно из самых трогательных воспоминаний ветерана по окончании войны – это предложение руки и сердца со стороны боевых товарищей. Четыре солдата, дело контрразведки, контрразведчики, подошли ко мне, с троем встали. «Наташа, мы тебя любим. Все мы холостые. Выбирай. Мы каждый для себя берег тебя». «Я посмотрела на них, слезы на глаза нам вернулись и сказала, ребята, простите меня». Кавалерам пришлось отказать и вернуться к родителям. Свою семью она создаст позже. Наталья Нарожняя получила юридическое образование. Работала в должностях нотариуса, народного судьи в Ставропольском крае в нашей республике. В октябре 1995 года ей было присвоено звание «Заслуженный юрист Карачаева Черкесии». Министерство юстиции республики преподнесло в дар коллеге холодильник, цветы и теплые слова поздравлений. «Безумно благодарны, что у нас есть такой наставник в вашем лице, что у нас есть такой ветеран, такой пример органам юстиции, как вы. Конечно, для нас большая честь приезжать, поздравлять вас. Спасибо вам, что вы у нас есть». Ветеранов день юбилея по традиции поздравили близкие и представители Совета ветеранов республики. «Видите, какие поздравления? Они меня воодушевляют, они мною двигаются дальше, все дальше и дальше. А теперь, думаю, летом в огород залезу, там здоровье подчеркну». У нее не бывает свободного времени, она все время судоками занимается. Судоки, судоки. Сейчас на ночь я просыпаюсь, у нее свет горит. «Мам, почему ты не спишь? Не получается. Вот сейчас, подожди, вот тут не сходится». Она пятую категорию только так решает. А еще она вяжет понемножку салфеточки, но сейчас у нее не так нету, а она вязанием занимается. Сейчас в семье Натальи Федоровны три сына, дочь семеро внуков и семнадцать правнуков. А еще она очень любит своих домашних питомцев – кота Рыжика и щенка Сертана. Секрет долголетия в отношении к жизни – заботиться о близких, избегать ссор и быть преданным своему делу, считает юбиляр. Счастливая старость в окружении любящих людей – это награда за прожитые годы. «Буду ждать вас на 105-летний юбилей, а там посмотрим», – заявила Наталья Федоровна, провожая гостей. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачева, Черкесия, Краснодарский край.